Добрый день! Небольшой обзор на модуль звука ES Double Plus, который предназначен для имитации звука работающего двигателя в электромоделе. Расскажу более подробно, что мы получаем в комплекте, как его подключить, откалибровать и посмотрим, что он из себя будет представлять. Но для начала посмотрим, что у нас внутри. А это сам модуль звука, 4 вида кронштейнов с винтами и двухсторонним скотчем, инструкция, в которой указано, как мы можем это все установить, Y-разветлитель для подключения самого модуля непосредственно к приемнику. Вот такой дополнительный переходник для подключения к аккумулятору, если вы используете на машинке разъем T-plug. Общая инструкция, в которой достаточно подробно, но на английском языке расписаны общие характеристики, его опции. Самое интересное, что запитать мы можем его от 5 до 26 вольт. С этой стороны у нас вариант того, как мы можем это подключить, калибровка и, опять же, более подробная инструкция, что мы с этим модулем можем делать. Здесь указано, за что отвечает каждая из кнопок и как это нужно переключать. И S-Link, который нам нужен для того, чтобы подключить наш модуль к компьютеру и скачать другие звуковые дорожки. С одной стороны у нас разъем Futaba, с другой стороны USB. Устанавливаем его в компьютер. Сходя из инструкции, переходим вот на этот сайт. Далее там скачиваем программу. Закачиваем необходимые дорожки непосредственно в наш модуль. При том, что там очень много и они по большей части бесплатные. И потом уже непосредственно это запускаем. Проговорю сразу, что здесь в базе есть две дорожки и в каждой из них записан только звук двигателя. Нет возможности подключения ни гудка, ни тормоза. Этого ничего нет. Все нужно будет скачать и через вот этот модуль все установить. И чуть более подробно давайте рассмотрим сам модуль. Dual в названии означает, что у нас на борту сразу два динамика. То есть громкость достаточно высокая. В инструкции у нас указано, что имеется аж 8 режимов громкости. Отсюда у нас выходит провод для подключения питания. То есть видите здесь GST разъем. То есть можем использовать переходник, если мы используем T-плаги, то есть подключиться к нему. Второй провод у нас предназначен для подключения к приемнику, чтобы система у нас понимала, что при нажатии газа нам нужно выдавать соответствующий звук. Органов управления здесь всего два. То есть две кнопочки, минус и плюс. Как понимаете, это регулировка громкости. А если мы нажмем и будем удерживать кнопку минус, то мы перейдем в другой звуковой режим. Изначально здесь зашито всего два варианта. И записать мы можем их сюда всего два. То есть мы можем их перезаписывать. То есть 25 вариантов. Но вы можете, например, записать сюда звук очень громкий, там не знаю, дизельного какого-то двигателя. А второй, например, для какой-то бензинки, для какой-то, не знаю, там малолитражки. Легкие, очень тихие, чтобы, не знаю, там медленно, лайтово где-то кататься. И с помощью вот этой кнопки между ними переключаться. То есть если мы записываем что-то новое, то что-то старое мы просто отсюда стираем. А если удерживать кнопку плюс, то мы перейдем непосредственно в режим калибровки. Давайте подключать и покажу, как это работает. Если бы здесь у меня был разъем теплак, то я бы воспользовался вот этим переходником. Смотрите, есть GST. Вставляем его сюда. Далее подключаем аккумулятор. И с этой стороны у нас разъем для подключения регулятора оборотов. И в данном цепочке он бы у нас уже питался. Но так как у меня разъем здесь вообще идет XT90, то я воспользуюсь другим способом. Я просто возьму отдельный аккумулятор с разъемом GST, подключу его и буду пользоваться. В принципе он небольшой. Можно разместить вот здесь над основным аккумулятором. Будет держаться и отдельно будет питаться. Далее мы вынимаем второй провод из приемника. Это у нас регулятор оборотов. И он же у нас управляет газом. С помощью вот такого Y-разветвителя мы его подключаем. Соблюдая плюс-минус от самого модуля. Выбираем провод с тремя проводами. Также подсоединяем. И уже его включаем обратно во второй канал. И по большому счету у нас все готово. Дальше это уже калибровка и непосредственно тестирование данного модуля. Но у нас остается вот этот отдельный разъем. Смотрите, вот через этот провод у нас идет полностью управление движением. То есть газом, вперед-назад и соответствующий будет у нас звук. Через этот канал сигнальный чисто провод мы можем подключить отдельную звуковую дорожку. Например, если у вас есть там на аппаратуре один свободный канал, который никак не задействован. Соответственно в приемнике у вас есть свободный канал. У меня к сожалению здесь его нету. Поэтому я чисто для примера покажу. Сейчас вот отключаем третий канал и соответственно подключаем его туда. То есть с помощью аппаратуры мы можем, например, сюда записать какой-то отдельный звук. Например, звук гудка, клаксона, автоматной очереди. Там разные есть варианты, что мы можем сюда скачать и соответственно установить. Перед первым запуском нам необходимо сделать калибровку. Включаем аппаратуру. Включаем автомобиль. Соответственно сам модуль у нас также запитан. Удерживаем вот эту кнопочку. Звуковой сигнал. Мы перешли в режим калибровки. Далее курок у нас находится в нейтральном положении. И мы нажимаем еще раз кнопочку плюс. Звуковой сигнал. Далее выжимаем курок газа. Смотрите, у меня сейчас колеса не крутятся, потому что я отключил просто двигатель, чтобы было чуть потише. Сохранилось. Теперь полностью назад. И отпускаем. Звуковой сигнал, говоря о том, что мы все подключили. Далее рекомендуется все дело у нас просто перезагрузить, выключить, выключить. Далее пульт, машинка. Все запустилось. Как понимаете, звука изначально нету. Мы просто нажимаем на курок. Можно сделать потише. Погромче. Если ничего не нажимать, буквально там 10 секунд, он затихает и просто выключается. Еще раз нажимаем. Опять запуст. Давайте делаем потише. И нажимаем газ. Вот так более наглядно. Если долго удерживать. В обратную сторону. Звук немного другой. И проверим третий канал. Я сюда записал звук полиции. Соответственно, он будет у нас работать, пока мы в данном случае не отключим. Нажимаем. Отключается. Опять же, можем завести. И параллельно еще и сирену. И уже с таким звуком, соответственно, ехать. Ну и давайте покажу, как работает звук у нас на расстоянии. И сразу же подключил двигатель, чтобы, опять же, это немножко понимать. Попробуем самый тихий режим. То есть запускаем. Ой. То есть вот такой звук двигателя. Соответственно, при работе колес, редукторов, звука не будет слышно вообще. Давайте добавим. Три. Четыре. Уже получше. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Восемь. По-моему, это самый громкий режим. Да, ну, учитывая, что здесь у нас нет корпуса. В любом случае, корпус будет частично гасить звук. Плюс на расстоянии. Так это, опять же, у нас трофе. В принципе, там суперчасто и скоростными движениями на машинку у нас не передвигается. Поэтому, думаю, будет прикольно. Сейчас вот так его сюда, наверное, размещу. Так, чтобы динамик куда-то сверху. Может быть, как-то вот так. На самом деле, мало места. Можно либо регулятор сдвинуть, либо как-то еще. Скорее всего, наверное, крепить не буду на вот эти элементы. Просто приклею. Посмотрим, если что, потом переделаю. В общем, вот. Это самый громкий режим, когда вот все у нас выключено. Действительно, достаточно громко. И, как говорил ранее, у нас есть два режима громкости, которые у нас зашиты изначально. Удерживаем кнопочку минус. Звуковой сигнал. То есть, он переключился. И точно так же нажимаем на газ. Погромче идем. То есть, другой звук. Назад. Здесь у нас записано оба режима для краулера. То есть, можно записать, конечно, сюда звук там для самолета. Можно для какой-то дрифтушки. То есть, звуков, повторюсь, огромное количество. Можно записать все, что угодно. В принципе, если вы там используете на трофейке, можете записать два режима. Один, например, там чуть потише, другой чуть погромче. То есть, если там в зависимости от того, где вы катаете и эксплуатируете, это можно будет, в принципе, достаточно быстро переключать, удержав всего лишь одну кнопочку. Так как в модели у меня нет свободного канала для подключения, например, гудкари вот этой сирены. Но у меня выведен здесь провод для подсветки вот в переднем бампере. И здесь также Y-разветвители на три разъема. Один занят, два свободных. Я их специально оставил для того, чтобы можно подключить какой-то дополнительный свет в перспективе, чтобы не разбирать приемник. Но если мы просто подключим нужный нам провод, то у нас включается сирена. И она будет как бы стационарно все время у нас работать. То есть, если, опять же, решение, нет возможности там подключить как-то через управление, то есть, можем вывести просто провод, подключаем, она у нас работает. То есть, может быть, если какую-то видюшку хотите снять там, или просто записать какой-то там отдельно стационарный звучок. То есть, помимо непосредственно работы двигателя, отдельно его запитали, и он у нас фончиком будет все время работать. В общем-то, неплохое решение, если вы хотите немного придать копийности вашей модели. Надеюсь, видео получилось полезным, интересным. Так что смотрите, оценивайте, выбирайте. Ну и все. Всем пока.